Хранение черенков И тут и нашла Касана Камень Очень постараюсь коротко Значит, видели три фильма Ко мне один из вас предъявил претензии Почему у него вроде бы пошли, а потом погибли все прививки Человек очень старался Ну а что дальше, сейчас постепенно к этому подойдем Тем более фильм увидели, можно сократить разговор Значит, вы видите, плюс сколько тут, плюс четыре, да? Значит, мы когда, я снимал фильмы, я заглянул в холодильник Быстренько снял, там в одном углу холодильника Нет, не морозил, холодильника было минус три В другом углу плюс три В среднем ноль Вот, я считаю, это идеальное хранение Ну я все, где минус три Ближе к этой морозильной камере, к стенке Ледяной Вот, тогда я, значит, делая фильмы Я открыл холодильник Показал хранение черенков Здесь осталось понемногу, сортов пятьдесят Они уникальны И завтра я уже, послезавтра я вывожу это Сжигать Вот Значит, там же я показывал визуально, что Понятия вялых черенков в природе У меня не существует Это претензия была первая за много лет Вот так, идем дальше Реакция на фильм Здравствуйте, Валерий Константинович Дорогой Черенки любые с вашего Сергея Псада лучшие Я это слышал сотни раз Посмотрел все три фильма Такое чувство, что очередной провокатор Хорошо и долго готовился Чтобы так себе все с вами Я сейчас хочу уступиться за этого провокатора Представьте себе нормального мужика Который так старался Который сделал очень много прививок У него была надежда Такой же сад, ну, черенки-то мои Значит, иметь такой же сад, как у меня И получился полный крах Так Он никакой не провокатов У него не выдержали нервы Вначале он сам колебался То ли виноват железа с черенками С веловатами Вот Или виноваты вот эти самые Которые повсеместные Заморозки возвратные Вот долго-долго сколебался Или то, или это А я, говорит, хочу знать правду Но потом он себя убедил Вот Что виноват черенки И у него случилась истерика Вот Ну, дошло до того, что Он заблокировал Этот самый Ну, то, что он называет Как он? Канал или не канал? Так, второе Это Жаль, конечно У Лековича Доброго здравия Ну, еще раз говорю Он нормальный мужик У него не выдержали нервы А я привык к мату Я в металлургии работал Били возвратные Заморозки Цветы Завязи Часть веток Прихватила Плодов у нас Чуваша не будет Вот это горькая правда Но дело в том, что Человек меня-то не обвиняет Что у него часть веток Прихватила Вот Ну, а тут товарищ У него просто не выдержали Обида у него была лютая Если бы вы слышали Его Это Этот Записанный Его разговор Ой А мне то ли плакать То ли это За то, что он меня Крайним сделал Так, идем дальше Подскажу еще кое-что Ну Вы видели Кто фильм Видели Как хранение черенков И еще У меня И у Сергея Нет какой-то Особой Мяска С особыми Специально Хранимыми Черенками Все одинаково Что расценал Что я Вот Привил Я потом посчитал И 70 прививок сделал И Сергей Сделал Может еще Может две прививки Все это Хранилось Одинаково Как научил Его Хранение В плотных пакетах Вот Если тонкие Значит Несколько пакетов Герметично Без всяких Хитростей Без всяких Ой Там сейчас Детали не буду Время ушло Теперь можно не учить До следующего сезона Факт налицо Вот его прививки Сейчас я вам покажу Ну Понятно что На телефоне Хрен сейчас разберешь Ну хотя бы на этом Смотрите внимательно Приживаемость Хотя бы на Хотя бы у кого компьютер Посмотрели Да Вот Вот это я хотел сказать Значит Если у него Виноваты Черенки Значит И вот здесь Должно быть все Мертвое Следующее письмо Здравствуйте Валерий Константинович Скажите пожалуйста Нужны ли Пология Холмики При посадке Череши Слива Вишни Груши Дело в том что Я же упор делаю На что На абрикосы Самые важные Холмики Это у абрикосов И у груш Вот Самую страшную ошибку Совершают Две страшные ошибки Совершают При работе с грушами Да и с абрикосов Прорежая крону Вот И садя их В эти Лужи То есть Чтобы сгнило Наверняка Наверняка А садят Такие специалисты С погонами Есть Доктора наук Профессора К сожалению Я вам А что Все это я вам показал Поняли Пология Холм Могут быть поменьше У черешни Сливы Вишни Даже нет Черешни повыше Сливы Вишни Самым низким Могут быть Холмы Вот Но все таки Должны быть Все таки Должны быть Особенно Там Где Сырые Регионы Так что Берем так Была Одна крайность Одна крайность Заключалась Я вам показывал Сотни И сейчас Откройте Сотни Наберите Посадка Савис Их сотни И вы увидите Вот эти Заполненные Водой И эти Несчастные Груши В первую очередь Груши Черешни И эти Самые Абрикосы А тут же Все остальное Они тоже Сгнивают Но медленнее Поэтому их Никто Прямо Причину Не связал Но Я Вынужден Говорить На меня Заля И получается следующее, я говорю так, теперь переходим в другую сторону, перегибаем палку, у кого-то слива или вишня, и яблони, могут прекрасно на ровном месте быть, на слегка пока там месте быть, где не задерживается снег, видите вот. Вот, но перегибаем палку, думать будем потом, запоминать слива терпит, груша не терпит, вишня терпит, абрикос не терпит, не надо, делаем холмы, перегибаем палку, вот так, это я специально готовил такую речь, перегибаем палку, всё, все на холмы, а потом уже рассуждать будем, надо, не надо, вот. Вот, какой, второй пункт, какое расстояние между семечками чересча, слива, вишня груша должно быть при посадке? Я сто раз рассказывал, вопрос принципиальный, семечка проснулась, садим на постоянное место, значит следующее должно быть, постоянное место где-то метров 3-4-5, ну некоторые умники в 6-8, у меня знакомая одна из вас, одна из вас, она уже посадила сад, ну смешно звучит, да, я как в книге, 6 на 8. Я как представил себе, это же, а если ещё какой-то из одних не пошёл или умерло, получается уже 6, не на 8, на 16, представляете, один погиб и расстояние 16 метров от одного до другого, ну как вам 16 метров от одного до другого, а я, говорит, по книге, так я к чему говорю, это конечное расстояние может быть 6 на 8, это, как правило, даже не юг, на юге проблем больше, чем даже в Сибири, это может быть средняя полоса России, это тот самый яблоня Антоновка, который даёт, знаете, сколько она может дать? 500 килограмм, а вы представляете себе, какая гигантская крона у дерева, способное дать 500 килограмм, представляете, вот там 6 на 8, нам надо быть скромнее, мы часть будем садить на корневой трутке, а у них сдержанный рост, правильно, вот, ой, всё, о, отвлёкся, извините, итак, значит, если мы садим, можно школкой, садим, я привык так говорить, чтобы людям лекцию запоминать, с чистотой помидор, там, полметра на метр, не каждый взойдёт, будет метр, не беда, через 3 на 4, 5 взойдёт, будет 2 метра, ещё лучше, сразу на постоянке, всё готово, итак, школка, или на постоянное место, на семечек, трудно начинать, когда уже посадил саженец готовый, да ещё с хорошими корнями, да от хорошего производителя, он уже почти наверняка приживётся, тогда можно 6 на 8, как вот в книге, или хотя бы, ну, пусть 3 на 6, а, а если площади большие, гектары, там меньше 6 нельзя, вот так вот, 6, о, почему, трактор должен, это, 5 вместе с этим навесным оборудованием, вот, а я знаю, я на Т-40 вот так накатался, лучильник, у него ширина 2 метра, и там остаётся 2 метра до этого самого, до штампа, и тут 2 метра до штампа, всё, опять отвлёкся, извините, как мог, ответил, и ещё, никогда не дадёшься от меня ответа тех, типа, ага, вот это дурацкие, или статьи вот эти, вот скажут вам вот так, вот как и женщина 6 на 8, и всё, я долго, упорно объясняю, хотя потом на меня же излятся, воды много, ля-ля-ля, ну, это, терпите, друзья, так, это мой внук, Семён, он сейчас в деревне, привыкает к деревне, знаете почему, город это гадюшник для детей, кто сомневается, сейчас в морду, ой, извините, я отвлёкся, так, никто не сомневается, и вот он сейчас, он посадил 9, под моим щетким руководством, вместе выкопали 9 саженцев, отводков, значит, вигела розового, и всё за ней ухаживает, то есть щипает траву, вот, это очень важно, у старшего, его брата двоюродного, вы его хорошо знаете, Тимофея, он посадил 50 косточек персика, и ждёт сходов, вот, Сергей и Татьяна, сладкая парочка, это 18 мая, это, так сказать, будни, последние саженцы уже небольшие, вот уж какие есть, но принцип большой-небольшой, понятие относительно, я потом мне же расскажу, до какого идиотизма доходит торговля в надежде на дураков, то есть, нет, дураков в стране нет, у нас высшее образование половина, со средним вторая половина, у нас наивных много, а это у нас генетически, вот, всё равно надурим, говорят они, и предлагают саженцы, я вам потом ниже покажу, по 40 тысяч, высотой 3-3,5 метра, вместо того, что, да, и сразу скажу, потом могу забыть, вот этот юноша, для меня он всё ещё ребёнок, для вас это солиднейший текст, агроном, он же хозяин питомника, по совместительству мой сын, так вот, он, значит, 2 года хорачивает, видите, вот, это оставшиеся, поэтому они самые мелкие, они, так-то они обычно ему по поясу или по грудь, даже однолетки такие есть, а двухлетки тем более, а на третий он их вырубает, там гонят цену дальше, до 40 с лишним тысяч, повторяю, я ничего не привил, до 40 с лишним тысяч, только потому, что они до трёх метров драстают, а он их срубает, почувствовали разницу? А ещё одна наглость, значит, человек купил вот здесь, Урал, Саду, саженцы, а я говорю, и говорит, что-то они мне, это, ни жерва, ни мертвы, вот, вы не подскажете, почему, а мне всегда приходится угадывать, я говорю, ну-ка, пришлите ко мне эту ссылочку, откуда дровишки прислали, я бы не стал позорить этот Урал, не стал бы, все хотят заработать, я их понимаю, сам три недели сижу без единого заказа, вот, а мне ещё это самое, кучу детей кормить, некоторые даже не знают, что я на свете существую, а кормить надо, и вот получается следующее, вот этот вот, вот, вот таких людей отнимает хлеб, вот такие вот фотографии Железова, и я бы хотел, мне бы, я пока говорю пустоту, а однажды где-то там, кто ударит кулаком по столу кто-то, и скажет, ну-ка, дать Железову один всероссийский союзный урок, вот как, бывают какие-то особые события, когда все каналы показывают, помните, ну, кто-то приехал, раз, кого-то вот недавно убили, по всем каналам, а здесь, это, конечно, важно, когда убивают, я согласен, а здесь ради жизни, ради жизни, то есть дают мне, допустим, урок, и показали по всем каналам, а я стою с указкой, у меня даже где-то лазерная указка, их уже запретили, а у меня где-то лежит, удобная вещь, я стою возле большого экрана, вот, организовать можно из Абакана, из Костоянска, транскацию по всей России и даже за рубежом, и там бы я говорил, перьем, нет, надо несколько уроков, вы знаете, как я люблю поговорить, ну, например, такой случай, и так Серафим, и так моя фотография, и заодно посмотрите, слева направо наклон фотографии, ну, давайте смотреть сюда, фото Абрикосов, посмотрите, это Яндекс, я набрал фото Абрикос Серафим, ничего не выдумал, нет, да, вот, нажимаю, теперь начинаем мы с вами разбираться, дело в том, что каждый раз, когда я включаю, здесь какие-то внутренние перестановки, не то, что добавляются, это лучшие сорта, лучшие фотографии, часть из них Серафима, а остальные, как бы, приблудные, вот, на всей, ну, не на всей планете, а дело в том, что Яндекс, это российский телеканал, говорят, значит, это Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, вот, Молдавия, это самое, Польша, все, все тут, вот, и, да, кстати, иностранных много фотографий, смотрим, какое положение, и как надо находить мошенников, значит, вы уже видели, правильно, вот это вот, еще раз, вот, увидели, естественно, спросите у них, позвоните, 700 рублей за 100, скажут, откуда фотографии, скажут, даже не сомневайтесь, а иначе смысла нет, если это не их фотографии, значит, они продают не это, и тогда я что сделал, вот она, когда я начинал год назад, два, она была самой первой, бывает второй, третий, и таким образом, будучи одной из первых, первый ряд, моя фотография, вот она, вот, она попадает, как бы, самый престижный список, самый верх, смотрите, санас абрикоса, жигулевский, сувенир, видите, вот, купить, все, ребята, она уже не моя, все, она уже жигулевский сувенир, и вот теперь вот этот, сайте его продает, ладно, пускай продает, вопрос того, как людей приучить, чтобы они имеют, ну, все, ну, что тут еще надо делать, ну, что тут надо делать, надо нажать на нее, вот так, на этот жигулевский сувенир, я это хотел бы все показать, найти изображение в ядексе, перед всей страной, и тогда окажется, внимание, видите, моя, моя, слева направо, потом, смотрите, еще будет, вот это, я пока про это не буду, это все, она, 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 и потом она пойдет справа налево, но это все ниже, смотрите, смотрите все, видите, вот она уже, Белгороды продается, вот уже в Москве, вот, сейчас пойдет иностранцы еще, Хар, Глоу, ой, Крым пошел, Патяновский, вот смотрите, что делается, это я вырастил, это я сфотографировал, а, вот она, видите, уже справа налево, а компьютер-то не обманешь, смотрите внимательно, и вот он уже стал, вот взяли, вот так вот, поняли, да, зеркальное отражение, она вот тут слева направо, снизу вверх, а справа налево, вот видите, вот, пожалуйста, и вот это вот, вот это вот чудеса, вот это вот, это невероятное же, это сколько этих, обман вселенский, это только одна, а еще же, знаете как, вот, а это еще не все, ее еще больше, это, как называется, ее еще больше, 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 вот попробуйте, а вот это что такое, видите, вот, теперь она уже в Омске продается, но вы в Омске найдите промышленный сад, с саженцами, вот найдите мне его, я уже сколько раз просил, о мечей просил, покажите, зайдите, включите свой этот телефон, и покажите, скажите, просто глядя в лицо, где ваш, вот Омск, вот этот, вот фотографию, свиснул, или как, спер, как говорит, да, вот она, и пусть они покажут, где, маточный сад, где хотя бы одно дерево, вот с такими плодами, ну что, надо покороче теперь, и так я бы хотел, вот видите, и так я бы хотел, ой, нет, все, я уже это видеть не могу, сколько обмана, ой, ужас, но еще не все, еще не все, еще не все, давайте пробежимся так, и так мы с вами увидели, раз, два, три, четыре, пять, на шестой позиции мой, это еще престижно, он чаще все на первый, второй, ну, на третий, вот, а, хозяева сада, которые продают, они что делают, они берут и, говорят компьютерщику, выбери самые красивые фотографии, а компьютерщику Ленин, вот это все, листать, листать, тут очень много красивых, это все, вся Европа тут, и Азия, вся Европа и Азия, если я рассмотрел, тут все государства, я ничего не привил, нет, компьютерщик, он, время терять не будет, заработал, и пошел дальше брать, другому хозяину, наниматься, и вот, то, что вот это вот, вот они и попадают, теперь смотрим дальше, но не только, нет, разнообразие, вы скажете, откуда это дровишки, это фотография, опять моя, но ее, если там присвоили, здесь украли, вот, слово украли, видите, это называется, как называется, логотип, и теперь моя фотография, я уже сто раз вам показывал, и доказывал, что это действительно мои, у меня же есть папка, там же это, там, как меня научил винограду, привет, Алексей, вот, как меня научил, только мышку навел, вот все характеристики, то есть ее невозможно украсть, украли, Екатеринбург, осталось, но зато не переименовали, Серафим, да, идем дальше, еще быстренько, вот, вот это, что такое, это моя фотография, я еще говорил, с элементами эротики, видите, женская спина, это моя помощница, собирает, этот самый, рекордный урожай, это абрикос, Артем, что здесь написано, без обмана, Садсип, это мой канал, мой этот самый, Садь, все, все, молчу, вот тут, тут честно, это мое, кстати, подтвердил, что мое, вот, это тоже мое, но, кто-то ее свистнул, это дама из Шушинска, еще не все, вот, это бай, что здесь написано, абрикос, кустарник, фотография сделана, с линейкой, моя фирменная линейка, представляете, как легко, разоблачать, еще парочку покажу, вот, почему, потому что, я надеюсь, может быть, вы все-таки однажды, то, чего никто никогда не делал, потому что просмотры не увеличатся, а уменьшаются, и поэтому у меня просьба та же, ну, среди вас столько обманутых, ну, все друзья, все дачники, ну, перешите ему в это, может быть, потом брат отдельно вырежет этот кусок, вебинар длинный, три часа, вот этот кусочек, вот, дальше, что, реализовав, и вдруг, в Москве продают, вот, величайшая редкость, когда вместо двух, трех часто, видите, на тарелочке, на ладони часто, а здесь целое дерево, вот его ценность, и люди думают, что он действительно маточный сад, а фотография-то моя, еще не все, еще хотите, еще посмотрим, оу, чего у нас только нет, как это, перешло из все времена, помните, мне эта фраза застряла, шутливая, когда у нас ничего не было, ну, не считая это, пустые полки, чего у нас только нет, пива нет, рыба нет, мяса нет, вот так и за, посмотрите, чего у нас только нет, вот, сейчас еще покажу парочку, вот, априкос, компот, а, нет, это не моя фотография, нам чужого слова не надо, сейчас, сейчас, очень похож на мою, но не моя, вот, вот это моя фотография, фотогалерея Железова, все по-честному, чернюк, а интересно, украли ее, или хоть один, она такая, не очень красивая, найти заблажение в Яндексе, украли, вот, вот такие, скромненькие, даже обидно, почему не украли, ладно, мы фотография моя, углядели, да, ну, еще где-то, тут еще где-то есть Фаина, еще есть Академик, вот, вот, и все, и дальше, и дальше, не, не, это моя, это, это Серафим, новый вегетативный клон, как вам Серафим узнали, и я не узнал, это мой Серафим, но, все по-честному, уже лезу, вот, вот так вот, смотрите сюда, повернули в, в другую сторону, запомнили, смотрел вот так, снизу вверх, слева направо, повернули, и теперь, кто его продает, питомник, Саргази, ага, Луганский, ну, Луганск, ладно, короче, границу перешло, нет, не перешло, Луганск, российский город, вот там теперь тоже продают, мой абрикос, то не, не, мою фотографию присвоили, вот, даже обидно где-то, свои вырасти не могут, а мое это, ну, еще одну, две, а, всегда показываю, Хабаровский, Царство Небесное, это Латинкова фотография, его, жена, вдова Галина, продолжает его дело, ради этого, стоило мне, открыть это, чтобы лишний раз, вспомнить, про своего друга, про нашего друга, уникального садовода, умер, не дождавшись признания, Константинович, поверь мне, они следят за нами, они вот про Академию, ага, доследили, вот, тебе уже памятник-то надо ставить, они еще не знают, что-то есть на свете, все, тут еще есть, а, ну вот, опять, он уже Китигинский, узнали? Все, тут, ты ебалыша такая, пара роскошных фотографий, еще есть тут Фаина, я, может, уже проворонил, есть Фаина, есть еще Академик, вот, все, все, ухожу, сильно много времени потерял, так, итак, мы разобрались, хочу, брать вот этот кусочек, досюда, пожалуйста, вы, выдели, вырежу, и, ну, надо название, чтобы было не броское, из-за которого меня, могут, окончательно, блокировать, этот, канал, ну, сделать так, чтобы это стало, привлекло внимание, название, вот, как, ну, потом, может, вместе придумаем название, так, вот это вот, что я сейчас делаю, сейчас мне прислали, ролик, я туда залез, мне сказали, опять неудача, еще один, еще один этот питомник, и я в этот питомник заглянул, я говорю, ну, мне, просто пришлите данные, ну, мне прислали, нажал на мышку, и думаю, господи, это что такое, да, это крайний юг, я согласен, но видя вот это вот, это для меня, вот этот голый метровый штамп, это порнография, знаете, есть порнография среди людей, так, вот, знаете, не показываете, как, фотографию, среди людей, а вот это порнография среди, деревьев, страшная вещь, невероятная, миллионы саженцев, вот так вот продаются, кто не верит, ниже увидит, я просто остолбенел, думаю, да когда же это коньится, ведь вы же профессионалы, что вы творите, ну, да, крайний юг, а потом, видите, какие у меня эти письма, идут с крайнего юга, и тогда, не раскрывая, вот сейчас, это вот этот, я не сказал название, нет, там название фигурирует, фамилия, тем более не говорю, почему, коллеги, коллеги, неэтично, а теперь смотрите внимательно, вот, тут вы не найдете моих фотографий, слава богу, но когда я увидел, 13200 рублей, за вот этот скромный сорт, я вот так делаю, еще раз, а то подумайте, не может что-то, 13200 рублей, но обычно цена, полтора есть, 6000 есть, черемуха за 6000, ага, это, не успевает спиливать, все, что из земли лезет, ладно, 13200, выйдет, возвращаем, картинку на место, вторая картинка, внимание, это было яблоня, груши чижовская, 14000, увеличить, а то же не поверите, вот, мраморная, 14000, голубика, 11000, вот это вот, тихий ужас, почему, потому что, никакой гарантии, качества, ничего, ведь человек же не просто, он в отчаянии мне, вот, говорит, что мне делать, все дохнет и дохнет, за такие деньги дохнет, я делю так, вот есть полтора, а рядом 14000, то есть, 10 раз больше, в 9 раз больше, и тогда, я думаю так, ну, если, кто-то, из олигархов скажет, ну, я все-таки хочу, посадить сад, вот, не только вот эту вот, квадратную, и шарообразную, дикоросы, которая считается, образцом сада, помните, мы были в саду, у Железова, это обычная, запущенная дача, вот, да, сейчас опять все взросло, надо завтра ехать косить, не дай бог, сейчас бы увидели, трава по колено, так вот, он бы какой выбрал, за 1500 или за 14000, ну, наверное, олигарх бы выбрал за 14000, вот, хотя, нарядная эфимова, это мировой лидер, почему-то, да, он полтора, а почему это в 10 раз дороже, чижовская, ну, мраморная, да, это, ой, мраморная, это чудо, вот, но, если я начну копать, и сейчас я этого делать не буду, знаете почему, чтобы не выдать хозяина, вот этого, вот это к нему относится, вот, я только другое скажу, если я, я у себя нажимал, так же, посмотреть в Яндексе, найти в Яндексе, как-то было похоже в Яндексе, раз 50, вот эта фотография повторилась, так, вот, и мраморная, раз 50 повторилась, то есть, продавая по цене 14 тысяч, они не, наверное, не имеют мотоциклосада, вот, но, я еще не все сказал, это я как сюрприз, вот, я еще не все сказал, значит, когда я заглянул в их неценник, там было, держитесь на стулья, какие 14 тысяч, какие 14 тысяч, там было 40 тысяч, следующее 41 тысяча, потом было 43 500, 44, чем рослее, тем цена больше, до 3 миллиметров, ну, 3 миллиметра, это, ну, посмотрите, вот сколько, раз, два, это где-то, ну, у меня где-то 3, может, 3,5, как раз до потолка, посмотрели на потолок, вот, вы когда такое посадите, он сдохнет, 100%, тем более, ни покупатели, ни продавцы, не знают, что если уж ты купил эту дуру, вот такую дуру, 3,5 метра, вот, за 44 тысячи, будь добр, от, представь себе, продавец принципиально, берет и кропсает крону, ну, наверное, две трети уж точно, и какой хрен у него купят за 44 тысячи, если он кропсает, а если не кропсать, она умирает, ну, идем дальше, и так, наконец, звонок из Москвы, у меня он даже отпечатался до сих пор, здравствуйте, и называют питомник, и там тоже есть фамилия питомниковода, вот, это было, не дали, как сегодня, это самое, хорошо, я сегодня не уехал на дачу, все это, я тут же пока помнил фамилию, я набрал, и посмотрел, мы вам, заметьте, мне Железову, предлагаем партию саженцев, я говорю, ну, раз вы попали на Железову, наверное, не случайно, вы, наверное, знаете, что я продаю саженцы, она говорит, да, знаем, я говорю, да какой мне смысл у вас покупать, я еще не понял шутки, он говорит, как какой, купите и продадите, вот, я сказал, нет, спасибо, я еще не знал, какая свинья меня ждет, какую свинью мне хотели подсунуть, ребята, я и этих не продаю, и все раз говорю, только там, где мы видели мои фотографии украденные, вот тех я продаю, вот, как говорится, с потрохами, кто мои фотографии украл, вот там вы можете точно знать название питомника, так было, первую сотню выявил наш друг, виноградов Алексей, как более опытный товарищ, сразу, вот такой вот, пригнал, вот список из старых этих питомников, и там и закрасовались мои фотографии, а вторая сотня уже собиралась в последующие лет пять-шесть, вот последнюю видели, даже не одну, сегодня еще одна вывелась, ну, походу, уже сама по себе, и вот, трубку положил, думаю, но пока помню название питомника, я сейчас возьму, и зайду туда, чем они торгуют, мне должны были прислать партию, а у них огромная площадь, сотни гектаров, я чуть не челкнулся, и давай смотреть, чем торгуют, внимание, посмотрели, сюда, а знаете, как они назвали ее сказать, они ее назвали, колоновидная яблоня, это самое, ой, название не запомнил, это колоновидная яблоня, а люди, что понимают-то, где кончается просто яблоня, начинается колоновидная, и вот это вот, продавая людям, вот это вот, да, внимание, я пытался, смотрите сюда, вы видите вот это 41 тысячу, вы видите, вы это видите, я потом подумал, может быть это все-таки не, может быть это все-таки за 10 саженцев, может 41 тысяч стоит партия саженцев, ну например, 30, или 41, ну так, чтобы хотя бы по 1000, многие же по 100, по 200 рублей продают, вот, нет, я уже и так, это, знаете, почему я не могу полностью показать, все цены, это вот, цена тут выскочила, а все цены справа, я брат, тебя не успел набрать, вот как ее сократить, чтобы вы увидели, вот это вот, ну не получается мне, чтобы туда заглянуть, вправо, она, она, она оттуда ушла, за пределы экрана, вот, ну, вам эта цифра достаточно? нет, ну как отучить страну-то, вот от этого вот, ведь это же на полном серьезе, это красуется на самом красивом месте, с ценой, ты что-то будешь делать, Ну, вот тут уже не тот товарищ, который, он не меня материл, он не, он не оскорблял меня, которого, это, решился плохие черенки, он просто матерился, потому что в отчаянии, ну, и случилось срыв нердный, вот, а какой срыв, когда человек вот это вырастет, да? Ой, ой, ну что, посмеялись? У меня дальше, кстати, еще анекдот будет, к случаю, не отключайтесь, хотя бы до анекдота, дерево высотой 5-6 метров, но это потом, это оно вырастет, превратится вот такого красавца за 41 тысяча 500 рублей, ёпкий палк, у кого такие деньги, вот, скаловитая крона, пурпурная изнанка, ведь поймите, все это перечислено, на полном серьезе, 41 тысяча, на полном серьезе, плоды сохраняются до весны, придавая, а декоратива, ну, так, тогда, да, для этих, для дураков, которые, среди этих, есть дураки? А, нет, среди олигархов, дураков, нет, тогда, кого рассчитано? «Дураков»? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...